Это абсолютно натуральное, ступроцентное высокоэффективное удобрение, которое используется от замачивания семян и до обработки почвы. Но это не основное, что нужно использовать. Потому что в большинстве случаев, сейчас как? Хлорелла в разных емкостях бывает. И говорят, хлореллу вот, хлореллу туда, хлореллу только ее. Это можно ее использовать. Это как дополнительное питание. Потому что это органика. Я увидела эффект на своих комнатных растениях. В грунте я его не использовала. Увидела на комнатных растениях листья стали просто... Вы хопыствовали? Переплывала. Листья стали просто интенсивный цвет набрали. Ну о чем я вам говорила? Про азот, как он себя проявляет? Дальше хочу рассказать про препараты. Некоторые элементы это кремнии. Кремнии у нас практически растения, все потребляют кремнии из почвы. То есть они вытягивают из почвы. Правильно, я говорю? Кремнии это очень важный элемент для развития растений. Кремнии нам нужен, человеческому организму тоже. А растениям очень важно. И сейчас тоже очень активно пропагандируется использование кремнии. То есть опять нужно не забывать, что кремнии нужен. Удобрение пора называть силиплант. Это силиплант. Это чистый как раз таки кремний. Он мало где содержится, в каких удобрениях. То есть это вот цитовид, комплекс микроэлементов, там присутствует кремний. Это силиплант чистый, кремний. Он необходим не только растениям, но и почве. Потому что из почвы растений ему достаточно много. Еще вот мое личное наблюдение. Когда вот такие небольшие упаковки, то в большинстве случаев этих препаратов использовать нужно небольшое количество для того, чтобы получить рабочий раствор большого количества. Правильно? Все уверены. Это я еще не знаю. Я также еще эффект вот именно Василий Кланту увидела в борьбе с фитофторозом. Для профилактики фитофтороза рассаду томатов тоже подкармливала регулярно. Ну и землю, и землю, и растения через листья, и через что-нибудь. То есть прыскают, да? Да. Присвольны. И сейчас вот прям комплекс, который хлорел производит. Сделали вот такой. Если хотите, мы, я знакома лично, кто производит эту хлорел, мы можем просто фильм даже показать, как ее делать. И вот они же сейчас выпускают торфадель. Вот такой, в составе которого тоже кремний. Используется также и для замачивания семян. Для подкорма некорневых, корневых, улучшает метаболизм в растениях и защищает корневую систему от инфекций. Гелем вообще пользуются когда-нибудь? Ну, ничего страшного. Кто использовал? Гелем, что ли? Ну, либо сель. Проращивание на гелем. Да. Что? Семя или второе? Ну, каким образом использовали гель? Гелем. Можно поместить и не выращивать, и тогда полив будет очень легкий. Ну, насколько сокращаем все полив? А можно семена проращивать, особенно кубов схожи, прямо на гелем. Но очень трудно потом, ну, пореже сажать, наверное. Вот, а потом с этими кусочками сажать. И аналогия вам про то, что если вы с гелем работали, то тут торфа нет. То есть добавлены еще торфа. Ну, было бы дешевле, можно было все сажать в гелем. Вот, очень здорово. Ну, зато меньше полив. То, что касается защиты от болезни, мы вам уже сказали про ЭДЖИБИТ-препарат, вытяжка из гелий. Есть также тоже натуральный препарат, триходерма. На основе бактерий триходерма ВЭЛИДЕРМ. А, триходерий. Спасибо. Что касается подборма, говорила сейчас об органических. Также, как бы, и сторонность того, что можно чередовать и использовать и минеральные. Нет, просто непривыкаемость. Это как таблетка. Вот мы привыкли, одну и ту же таблетку пьем, а она нам почему-то перестает помогать. Мы начинаем другие таблетки искать, какие нам помогут. Но, опять-таки, мы удаляем какую-то причину, а не лечимся таким образом. И вот такой важный элемент, как азот, как раз который для зеленой массы, для роста необходимый, с калием и с кальцием. Калий и кальций необходим для наращивания, вот, накапливания сахаров в корне плода, для устранения корявости вот этих корней. Для готовки к зимовке. Да, увеличение лёжкости плодов. То есть, эти препараты я вам советую использовать. Силитра кальция, силитра кальция. Что касаемо защиты и улучшения качества почвы, сейчас, вот, только вчера мы получили какие-то почвы улучшительные. В общем, не встречали. Здесь 95% гуминовых кислот, полученных из бурого угля. Добавляйте почву в сухом виде, потому что не водорастворимы. Здесь только 5% фульвокислот, которые водорастворимы. Вот, поэтому перемешивается с грунтом и улучшает саму структуру почвы. Также насыщение вот здесь идёт органическими веществами, фосфором, азотом и калием. Ну, гуминовые, как вам знакомы, эти идеалы, все другие, Дорина и все, и гуминовые. Дело в том, что обязательно должны присутствовать гуминовые. А потом это ещё, вот эти все пролонгированные действия. Это что же получается от пролонгированного действия, когда в сухом виде потихоньку растворяется? Я пока не очень это понимаю. Честно, про пролонгированные действия. Я уже в предыдущей Сызрине говорила, потому что вот, ну как, вносится и даётся понять растению. Ну, ты подожди, у тебя вот на 6 месяцев это. Вот я пока своими мозгами, я не понимаю всё равно вот это пролонгирование. Мне удобнее вносить вот эти основные элементы, дополнительные элементы в виде удобрения регулярно. Потому что, ну, мы так делали, мы каждые 2 недели кормим, профилактику устраиваем. Каждые 2 недели. Вот. А вот это вот, сейчас вот у меня тоже доведуешься к ломировому удобрения, тоже пролонгированного действия. Возокот, таксун, плюс и разные. Они тоже вот там эти грамотки, которые также АВА знакомы вам. Вот. Это всё вот препараты новые пролонгированного действия. Я их пока не понимаю, честно. Ну, может быть, на высокой агротехнике пролонгированное как-то проявляется. Может, у нас не очень такая высокая агротехника. Поэтому я пока вот своё мнение вот так вот. Тем более, как будет растворяться, особенно когда в сухом виде. Семенар. А, вы без человека. Я сейчас про защиту нового сада хотела сказать. Сейчас снег стаивает и начинают набухать почки. До набухания почек вот такой препарат 30+. Это вазелиновое масло, которое создаёт оболочку защитную на литвях плодовых деревьев-пустарников. Как бы до распускания почек используется. Да, потому что тогда, если это распустившимся, выяснилось. А вы из души сделаете. Что собирается? 30+. Есть ещё препарат профилактин. Многие добавляют в него инсектициды. То есть, защиту дополнительную это Командор, Актара, Аллатар, вот прочий препарат. Я использовала просто этот препарат как защитную плёнку. Да, опрыскивание до распускания почек. Температура должна быть не выше плюс 4. То есть, мне вставил, опрыскивание, всё. И когда работаете вы с препаратами, вы должны чётко знать, какой препарат при каком температурном режиме работает. И совместимость, обязательно. Об этом нужно знать, что можно смешивать, чего нельзя. Но и про препарат, и про удобрения. Вы должны чётко знать, при каком температурном режиме он будет работать. Потому что ряд препаратов, которые, особенно пролонгированного действия, они работают в большинстве случаев от 10. Но вообще, как нас учили, от плюс 16. А вот такие, которые защищают до распускания почек, то тоже дается температурный режим, и он указывается. Но это ни в коем случае минус.